Сексуальный мужчина глазами женщины не обязательно должен быть симпатичным, умным и сильным. Женщин привлекают мужчину и с другими не менее важными качествами. Эти качества, конечно же, проявляются в его отношении к женщине, в общении и, бесспорно, в постели. Поверьте, что если женщине придется выбирать между обаятельным красавчиком и умелым любовником, она абсолютно точно выберет второго. Что же касается девушек, то и мы, конечно же, в своих самых смелых фантазиях видим себя идеальной любовницей, самой лучшей и неповторимой для своего мужчины. Итак, этот выпуск как для женщин, так и для мужчин. И сегодня мы поговорим о том, как мужчине завоевать титул лучшего любовника, как научиться делать такое, что навсегда сотрет из памяти женщины все, что было до этого. И я расскажу то самое главное, что должна уметь любая девушка, чтобы стать той женщиной, которая займет сердце и разум своего мужчины раз и навсегда. Поехали! Давайте начнем с женщин. Самое главное, что должна уметь делать любая девушка в постели, это, конечно же, получать удовольствие. Потому что любой мужчина мечтает не только сам получать удовольствие, но и сделать приятно своей любимой. И желательно, конечно, не один раз. Поэтому, если женщина не умеет наслаждаться сексом, то ее мужчине рано или поздно это перестанет быть интересным. И тогда он найдет более разнообразное и увлекательное, что ли, занятие. И, соответственно, никакого совместного счастья, одна тоска и томление духа. Многие женщины об этом догадываются и поэтому предпочитают симулировать. Но вы можете сколько угодно обманывать себя и своего партнера, однако настоящую страсть, настоящее желание подделать невозможно. И, конечно же, ваш партнер все равно об этом, я думаю, догадывается. И не дай бог познать ему это в сравнении с какой-нибудь более отзывчивой партнершей. Поэтому, милые девушки, в первую очередь, что вы должны сделать, ответить на простейший вопрос. Вы действительно получаете удовольствие в постели или только делаете вид, что наслаждаетесь? И что теперь делать, спросите вы? Учиться развивать свою сексуальность и чувственность. Конечно, в рамках этого пятиминутного видео я, к сожалению, не смогу вам дать все необходимые инструменты. Но вот что точно вам поможет, это вот этот тренинг, который был создан программным директором сексуального образовательного центра «Сикритс» Валерия Агинской. Из него вы узнаете более подробно и о том, как развивать свою собственную сексуальность, и о том, как стать идеальной любовницей для своего мужчины, и осуществить его самые главные фантазии. Вообще, в «Центре Сикритс» масса интересных тренингов, из которых большая часть бесплатных. И очень многие тренинги проходят онлайн, что, на мой взгляд, очень удобно. Занятия предусмотрены как для женщин, так и для мужчин. В «Центре Сикритс» с вами будут работать лучшие сексологи страны. Поэтому ссылочку на сам центр и тренинги по нашей теме я оставлю в описании под этим видео. Для женщин будет свой тренинг, для мужчин – свой. И несмотря на то, что вы, мои дорогие мужчины, уже здесь найдете очень много полезной информации, которая поможет стать вам по-настоящему хорошим любовником, прямо сейчас я все-таки раскрою вам некоторые секреты. Остальное вы найдете по этой ссылке. И первое, что вы должны усвоить, что если вы хотите затащить женщину в постель, то первое, с чем вы должны работать – это с ее психикой, с ее эмоциональным состоянием. И только потом я разрешаю вам переходить к технике. И когда вам женщины твердят, что без прелюдии они никак не могут, они имеют в виду именно этот процесс создания особого психоэмоционального настроения. Женщин возбуждают правильные слова, которые попадут в область ее фетишей, правильные образы, правильная обстановка и прочий правильный антураж. Нам крайне важен разрыв между обыденностью и сексом, так скажем, переход в особое эротическое пространство, ну и, конечно же, смена внутренней роли. Идеальный любовник отличается способностью понять, какие образы возбуждают женщину и помочь ей эти образы создать. А вот как научиться этому искусству, вам более подробно расскажут на тренинге в образовательном центре Secrets. Вот, переходите по ссылке. Второе. Помните, что мануальная техника, то есть умение подобрать правильные физические прикосновения – это прекрасно. И мы очень даже себе выделяем тех, кто умеет, и тех, кто не умеет совсем ничего. Но вы должны запомнить и усвоить одно простое правило, что технику можно применять только тогда, как правило, да, не всегда, но, как правило, и в большинстве случаев техника идет в ход только тогда, когда женщина готова морально. И самая большая и распространенная ошибка мужчин заключается в том, что они переходят к физическим стимулам до того, как женщина вообще успеет хоть что-то там захотеть. Мужчина начинает нажимать на всевозможные эрогенные зоны, теребить их. Но запомните, что если женщина не возбуждена эмоционально, то попытки физически возбудить ее будут ощущаться ей, как правило, как неприятное прикосновение. И вместо нарастания возбуждения вы будете получать нарастание раздражения. Для тех, кто не понял, в двух словах, если женщина не возбуждена, соски и клитор нельзя трогать. Как правило, конечно, есть исключения, но в большинстве случаев это правило успешно работает, и девушки могут подтвердить. Второе правило. Помните, что обычно для женщины не столько важен ваш правильный образ в ее глазах, сколько ее собственный образ в ее глазах и, конечно же, в ваших. То есть для женщины очень важно ощущать себя, как существо сексуальное и привлекательное. И если вы не сможете и не будете уметь дарить ей эти ощущения, того, что она самая удивительная, самая привлекательная и сексуальная, то вряд ли у вас что-то хорошее получится. И вообще у многих женщин большая проблема с оргазмом, именно потому, что там очень большие проблемы с самооценкой. Третье правило хорошего любовника – это отличная сексуальная эмпатия. Это умение слиться с партнершей воедино, уметь предугадывать ее желания, ну или хотя бы уметь их уловить, как только они возникли. Но, к сожалению, многие мужчины делят секс на две части. Сначала они с чувством полного рационализма, и аналитики пытаются довести женщину до оргазма, и как только цель их достигнута, они переходят ко второй части с собственным удовлетворением, которое наступает достаточно быстро и скупо. И многие мужчины считают, что такая схема позволяет им быть хорошими любовниками. Почему, кстати, любовь способна компенсировать любые недостатки техники? Потому что только любящие люди могут настроиться друг на друга максимально хорошо. Что касается техники, еще раз повторюсь, ее недостаток способна компенсировать только любовь. И это, кстати, правило не распространяется на пары, которые находятся вместе уже очень-очень долго, и у которых, возможно, близится какой-то там кризис семейных отношений, сексуальных и прочее. Поэтому, конечно же, мы все должны развиваться и в этом направлении. Если хотим, чтобы у нас все было замечательно не только на старте, когда и так все кипит, бурлит внутри, но и всегда. И, кстати, наверное, всех мужчин на планете интересует один очень интересный вопрос. Размер имеет значение? И да, ответ такой, что размер имеет значение. Более того, скажу, что девушки обсуждают ваши размеры, и, конечно же, каждая женщина мечтает, чтобы ее мужчина был с достоинством побольше. Но если мужчина отличается какой-то особой техникой, то действительно в этом случае размер уходит на второй план. То есть сегодня, к сожалению, нашим мужчинам просто больше нечем похвастаться. Сексуальное образование на таком низком уровне в нашем обществе, что приходится, собственно, упираться в этот вопрос размера. И часто недостаточно большой размер становится, к сожалению, причиной того, что вот я, по крайней мере, из разговора со своими подругами часто сталкивалась с тем, что именно это является причиной того, что они не хотят дальше ничего с вами продолжать. Поэтому в этом вопросе, пожалуйста, развивайтесь. И о технике вам более подробно расскажет сексолог Валерия Агинская в этом тренинге. Поэтому переходите по ссылке и смотрите прямо сейчас. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok